Добро пожаловать на Амальфитанское побережье. Мы в отпуске устали отдыхать и загорать на море. Вот и решили поехать в Равелло. Ведь Равелло находится высоко над уровнем моря. Для отпуска мы всегда стараемся выбирать тихие и спокойные места, чтобы было поменьше народа. Если бы мы поехали в городок Позитану и не Амальфи, то там было бы многолюдно. Но сегодня мы выбрали город Равелло. Он находится далеко от моря и пляжей, и значит, будем надеяться, там будет меньше народа. Мы приехали на машине, и нам повезло найти платную стоянку в двух шагах от центра города. Цена автостоянки – час три евро. В городке Равелло находятся две виллы необыкновенной красоты – вилла Руффало и вилла Чемброны, которые я вам сегодня покажу. Вход на виллу Руффало находится прямо на главной площади, а до второй нужно немного пройти по извилистым улочкам города. Но перед тем, как идти на виллы, мы решили погулять по городку, по его узким улочкам, зайти в лавки ремесленников, посетить панорамные площадки с видом на море. Такие прогулки меня заряжают эмоционально. Каждый раз после отпуска я стараюсь вернуться домой с прекрасными воспоминаниями и эмоциями об увиденных местах, чтобы мне этого заряда хватило на год. Стены домов и магазинов Равелло плотно увешаны керамикой. Очень много в городе керамики. Она красивая и разнообразная. Продолжение следует... Продолжение следует... Вилла Руффало является не только историческим, но и культурным центром Равелло. Сейчас объясню почему. Она имеет очень богатое и насыщенное прошлое. При реставрации виллы в 1990 году были обнаружены остатки двух печей под сводами огнеупорного материала. Остались даже следы дыма. Вероятно, что это помещение было одной из кухонь виллы. Вилла была построена в XIII веке для знатной семьи Руффало. Они владели этой виллой в течение двух веков. Бокаччо в своем главном произведении «Дикамерон», который был опубликован в 1470 году, написал небольшой рассказ о владельце этой виллы Руффало. Представьте, что уже в то время говорили и писали про городок Равелло и его богатого жителя. Семья Руффало устраивала банкеты для королей и королевских особ. Потом со временем менялись хозяева. Вилла пришла в упадок, и какое-то время, даже можно сказать, она была заброшена. Когда шотландский ботаник Фрэнсис Рид в возрасте 25 лет посетил виллу в 1851 году, несмотря на запущенность и упадок, он влюбился в эти потрясающие места. Восхищался нетронутой мощью маленькой деревушки и ее окружения. А потом купил виллу и начал капитальный ремонт. Фрэнсис Рид был ботаником, поэтому в саду очень много экзотических растений и рос. При нем та вилла и расцвела. Были созданы сады, которые до сих пор нас радуют. Вместе со своей женой Софи они пригласили археолога и архитектора для реставрации и археологических раскопок виллы. Небольшая терраса, с которой можно любоваться самой известной панорамой Равелла. Хочется остановиться на несколько минут и запомнить это захватывающее дух зрелища. Вековая сосна обрамляет купола церкви на фоне гор Амальфитанского побережья. Но какая же здесь красота! В 19 веке Равелла стал очень популярным местом для многих путешественников. Немецкий композитор Рихард Вагнер посетил виллу в 1880 году. Он был впечатлен виллой и красотой окружающей природы. После этого Вагнер решил остаться в Равелла на долгое время, чтобы поработать над оперой. В то время он более двух десятилетий работал над вторым актом оперы «Парсифаль». Если бы он не посетил виллу Руффало, возможно, он никогда бы не завершил эту оперу. Ведь через три года он умер. Сейчас Равелла называют городом музыки. Этот город всегда был изумительным местом для музыкантов и художников, которые искали место для уединения и вдохновения. На вилле ежегодно с 1953 года проводится музыкальный фестиваль, посвященный памяти Вагнера. Вилла Руффало стала сценой ежегодных летних концертов. В этом году был уже 70-й фестиваль. Он проходил с июля по сентябрь. В программе было 19 концертов, 11 симфонических, два джазовых, пять концертов камерной музыки и один фортепианный концерт. А в далеком 1953 году было всего два пробных концерта, которые положили начало летнему фестивалю. Вы только представьте, что концерт проходит с видом на море и великолепное Амальфитанское побережье. После этой поездки я поняла, что в следующий раз надо приехать сюда с ночевкой, чтобы обязательно сходить на концерт. Я уже сейчас закрываю глаза и представляю, как я слушаю концерт под открытым небом в таком прекрасном месте. Пусть даже до сих пор музыканты спорят о том, что концерту на открытом воздухе мешают посторонние звуки, и это может помешать восприятию музыки. Но я все-таки считаю, что и музыка будет звучать прекрасно, и ощущение будет такое, что вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Вилла Руффало открыта круглый год. Можно приехать сюда в любое время и насладиться этими красотами. Но мне больше нравится весна и лето, когда все деревья в цвету. Находясь в Равелло, кажется, что ты находишься ближе к небу, чем к морю, а изобилие цветов добавляет нотку волшебства. Торре-Маджоре – это башня высотой 30 метров. Она разделена на три этажа. Поднявшись наверх, можно полюбоваться еще более прекрасным видом на горы и море. До 2014 года попасть на крышу башни можно было только по деревянной, очень крутой и опасной лестнице. Теперь новая конструкция из стали и стекла позволяет без страха подняться наверх. В башне три этажа. Лестница состоит из ста ступеней, и на каждом этаже площадка для отдыха. Так что, если будете на вилле Руффало, обязательно поднимитесь наверх этой башни. В башне также есть музей, но я его пробежала. Для съемок было темновато. Любой с этой красотой теперь понимает, что эти места вдохновляли музыкантов, художников, скульпторов. Здесь любой человек почувствует силу и будет окрылен новыми идеями. В этом здании когда-то был отель. Здесь восемь комнат, и каждая оформлена по-разному. Великолепные балконы и большие окна выходят прямо на море и в сады. Мои уже выдохлись после посещения первой виллы и остались внизу посидеть в тенечке. Но я поднимаюсь еще выше, на виллу Чемброны. Эта аллея покрыта лозами глицинии. И если сюда приехать весной, когда цветет глициния, атмосфера здесь будет как в раю. И еще это главная дорога, которая делится от на две части и ведет от входа на виллу к террасе бесконечности. На самом краю виллы находится великолепная терраса бесконечности. Перед взором открывается весь залив. И только по сравнению с этой пропастью, казалось бы, тонкая ограда отделяет нас от необъятности. Роскошная терраса, украшена мраморными бюстами XVIII века. Даже если постараться описать эту красоту, то у меня не получится. Да, думаю, и не только у меня. Матушка природа создала такое чудо, которое сложно описать словами. Да и глядя на захватывающую дух панораму, подвешенную между небом и морем, можно лишиться дара речи. Вид до мурашек по коже. Это какое-то волшебство – находиться в таком месте, где чувствуешь себя подвешенным между голубым небом и морем. Кажется, что вся эта красота была написана каким-то художником, который использовал самые яркие оттенки цвета, чтобы создать красоту этого пейзажа. Это невероятно красиво. Не верится, что это реальность. Кажется, что это картина или открытка. А какие здесь ароматы кустарников, цветов? Где-то сладкий, где-то едкий, где-то нежный и холодный. Несмотря на то, что у меня сейчас проблемы с обонянием, я все равно улавливаю ароматы и стараюсь принюхаться к каждому запаху. А бывают периоды, что иногда целый день никаких запахов не чувствую. Когда будете в Равелло, я советую вам задержаться на этой вилле хотя бы часа на два. Территория виллы большая. И когда будете обходить ее, вы встретите маленький храм Бухаса, пещеру Евы, статую Давида, террасу Рос. Я иногда даже забывала про съемки, была так увлечена прогулкой. Наша с вами прогулка подошла к концу. Видео из отпуска еще будут и не одно. Я загружаю видео и уже собираюсь в новое путешествие одного дня. Где-то два месяца назад я уже планировала съездить туда. Но электричка сломалась, я пересела на другую электричку и по ошибке доехала до Неаполя. Погуляла по Неаполю, сходила в Национальный археологический музей, в который хотела сходить после поездки в Помпеи. О, дорогие друзья, скоро и про это путешествие расскажу. А экспонаты музея просто потрясающие. Ну вот и все на сегодня. Пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Желаю вам мира, добра и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добра и до новых видео! Добра и до новых видео!